посижу чуть-чуть в машине на улице дождь идет вообще у нас холодно сегодня пойду наверно по вокзалу сейчас погуляю девочки у нас тут на вокзале продают сувениры тематика дона ростов-дон такая красота вообще всем привет ну вот я начинаю свой новый влог моя дочка сегодня приезжает они уезжали на неделю денечкой я была дома все это время отдыхала делала свои дела в общем честно говоря мне даже и снимать особо ничего не хотелось просто хотелось отдыхать побыть в тишине покоя вот но сегодня день суетливый будет сейчас я собираюсь еду к дочечке нужно приготовить покушать чтобы они уже приехали что было что у них поесть и там прибраться потому что собирались конечно в суете по раскинуто все разбросано и я их проводила на вокзал и поехала домой все это время было дома вот так что сегодня будет такой большой день вечером они поздно приезжают я поеду встречать сейчас поеду к ним делать все дела домашние вчера я для вас сняла шарлотку и вчера я у меня такое ощущение какой-то недоговоренности у некоторых сразу возникнет вопрос как же так я на похудении и вдруг готовлю шарлотку это очень сладкое блюдо и это такой пирог где там стакан сахара стакан муки яйца груши в общем все такое сладкое сплошные углеводы хочу сказать не переживайте за мой вес я сегодня стала на весы у меня 69 килограмм и я все время контролирую свой вес чтобы он у меня не превышал 70 то есть 69 70 вот в этом промежутке у меня вес сохраняется что я хочу сказать для тех кто придерживается принципов раздельного питания самый главный принцип это не сочетать углеводы с белками если вы едите допустим просто углеводы да или просто белки то это уже идет как раздельное питание но раздельное питание вообще она для комфортного пищеварения да но благодаря этому раздельному питанию можно также и набирать вес можно удерживать вес и можно худеть то есть если вы снижаете количество углеводов то вы худеете если вам нужно набрать вес вы увеличиваете количество углеводов а если вы вес удерживаете на месте то углеводы есть можно но только в ограниченном количестве и опять-таки не увлекаться и следить за своим весом вот и все то есть иногда пирог съесть можно ничего страшного не вот если бы это был пирог с мясом то тогда это уже не относится к раздельному питанию а если пирог с фруктами значит можно вот но теперь я сказала и моя душа спокойно я разъяснила все что хотела разъяснить еще я на днях сняла укладку утюжком первый раз я взяла утюжок для того чтобы им крутиться раньше как бы я им выпрямляла только волосы ну и я сегодня уже почитала комментарии которые там написали да но мне советует большинство челку не трогать но в принципе я трогать ее не буду кто-то советую челку отрастить но дело в том что челкой я закрываю свои глубокие морщины они у меня в общем-то с молоду но они как бы достались мне по наследству от папы и в общем я всю жизнь хожу с челкой так что челку я не буду отращивать не буду никуда ее там делать на бок то есть лоб я открывать не планирую а насчет того чтобы длину отрастить ну хочу вам сказать немножечко я ее отращу не знаю насколько мне хватит сзади я буду отращивать до нижнего края где волосы начинают расти длиннее я не хочу потому что у меня вот уже лето скоро будет и у меня волос густой голова потеет не дышит голова все время мокрая сходить все время с заколками с хвостиками я этого не люблю то есть волосы у меня разлетались вот так вот в свободном полете ветер подулся там проветрилось вот так вот ну и поэтому и укладку я в общем-то не планирую часто делать потому что ее нужно фиксировать лаком а я честно говоря вообще не люблю лак на волосах не люблю когда на волосах что-то лишнее то есть помыла волос шелковый и он разлетается вот это мне нравится это меня устраивает но если кому-то понравилось вот эта укладка то ну и здорово мне тоже в принципе она понравилась как-то прикольненько но иногда можно будет ее там сделать вообще я думаю может быть попросить как-нибудь дочку силу она мне уложит сзади особенно может быть как-то бы по-другому выглядеть но посмотрим это наличие свободного времени как будет может быть и сделаем если будем делать обязательно с ними покажем вам что получилось ну и еще раз уж мы заговорили о комментариях еще хочу вернуться к комментариям когда я сняла видео про свои про свою книгу до многие люди начали просить в комментариях чтобы я ее вам выслала почитать но если бы вы внимательно смотрели видео то вы бы поняли что книгу я сказала что я ее написала как для собственного чтения да и она для широкого читателя не годится ее нужно переписать ее нужно отредактировать и если я давала ее кому-то читать я давала читать ее хорошим знакомым своим своим друзьям кого я знаю уже давно и много лет и я давала чтобы они почитали и мне сказали свое мнение что они думают по этому поводу и чтобы можно было бы подкорректировать то что я дала ее в принципе на суд на своим друзьям так сказать да вот но их мнение их уже замечание как бы я уже услышала поэтому в общем все если я ее кому-то и даю читать я уже когда знаю человека я когда уже вижу что человек действительно задумался о своей жизни действительно находится в поиске то я ее могу этому человеку дать почитать но опять-таки я рекомендую почитать оригиналы потому что если человек никогда не читал подобные книги а просто сразу возьмет и прочтет мою книгу но наверное мало что у него осядет в голове мало что он поймет то есть это чтиво впрок в общем-то и не пойдет если кто-то уже читал нарбекова трансферфинг реальности но вообще какие-то подобные книги да и человек в поиске поиски себя и жаждет именно читать такие книги ну тогда это совсем другой разговор но опять-таки я вас не знаю мы с вами незнакомы и поэтому я незнакомым людям высылать эту книгу не буду но вы сами понимаете тем более что любой в общем писатель которым я в принципе себя не отношу да рукопись не дает читать людям незнакомым правильно если книгу браться писать уже и издавать понятно что уже тут и тогда эту книгу свою правильно не даже человеку незнакомому просто вот взять свою рукопись отдать кому-то да и пусть этот человек с этой рукописи делает что хочет а когда ты надумаешь ее издать окажется окажется что она уже издана за кем-то с другой стороны как бы знаете из суеверия тоже я не очень-то сильно суеверная но в некоторых моментах да поэтому эту книгу у меня не просите в общем я ее вам высылать не буду если будет у меня время желание вдохновение то я тогда засяду за нее вплотную и тогда ее переработаю переделаю и займусь издательством но пока сейчас такого у меня нету ни времени ни вдохновение это все дело ну давайте не будем а грустно вернемся в нашу реальность сейчас я собираюсь еду к дочке на улице погода у нас сейчас жуткая вообще было очень тепло было плюс 12 я уже переоделась в куртку весеннюю такую сиреневую я вам покажу ее в кроссовки и уже обратно переодеваться не хочу хотя сейчас плюс 4 там дождик идет холодный ветер дует но я просто подадим чуть-чуть под низ чего-нибудь потеплее и пойду в кроссовках и в куртке в общем-то на улицу но тем более я на машине я думаю что сильно я не успею замерзнуть ну беру я вас с собой пойдемте ну вот я собралась вот мой образ такая вот у меня курточка сиреневая джинсики и кроссовки ну что сумки в руки и вперед девочки как вы думаете не идет такая курточка вообще такой цвет мне очень нравится есть за цвета ее купила и нам не очень нравится когда мы после зимних вещей уже переодеваемся во что-то такое цветное яркое и уже как бы на душе немножечко весна появляется хотя на улице сейчас холодно и дождь идет в общем сыра неприятная погода вот еще села в машину пока прогревается решила вас спросить ваше мнение как мне такой цвет идет мне как раз губная к ней подходит но хотя бы это немножечко веселит зимние то вещи они такие все серые ну мы же берем чтоб не марка и вот эта серая вся одежда она надоедает а сейчас уже денешь такой розовое голубое все приятное здорово на душе весна хотя на улице она немножечко ушла куда-то в стороночку но правда на следующей неделе уже должно быть солнечное тепло так что нужно переждать несколько дней вот я приехала на вокзал встречать дочку с внуком ехала рановато еще пока посижу чуть-чуть в машине на улице дождь идет вообще у нас холодно сегодня пойду наверно по вокзалу сейчас погуляю стояночка тут только они уже там устали ехать я уже соскучилась за ними девочки у нас тут на вокзале продают сувениры тематика дона ростов-дон такая красота вообще конечно и цены немаленькие но все равно сувенирчики классные красивые и вообще тут еще тарелочки такие вот это магнитики ведь и растет папа а еще магнитики вообще красота 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 я сейчас куплю себе магнитик люблю магнитики на холодильник вообще такое все красивые общие сувенирчики такие цены конечно кусаются и сейчас подошла к буфету а там батон хлеба стоит 40 рублей в магазине 22 такой же точно 50 процентов не 100 процентов накрутка получилась обалдеть пойдем дальше вот еще один ларечек только он не работает что-то закрытый тоже такие такие вот кружки пивные тоже магнитики всякая такая красота вообще красивые зашла в наш вокзальный туалет девочки умытая уже косну приготовилась но поезд без 20 12 уже 23 40 приходит поэтому я уже такая спать хочу зашла в туалет туалет у нас тут стоит 25 рублей ну скоро уже поезд придет сядю в машину поедем домой я смотрю магнит черная икра я такого еще не видела вообще ни разу прикольненько прикольненько красивые магнитики но дорогие ну вот объявили что наш поезд прибывает на четвертый путь я еду по эскалатору и сейчас пойду по переходу второй этаж у нас тут кафе столовая кстати раньше не видела это что-то новое построили ну тут покушать можно буфетик ну и тут у нас зал ожидания тут люди ждут отдыхают кому хочется и все ну идем встречать а тут второй зал ожидания я вот сейчас пойду там где четвертый спущусь вниз буду ждать вниз уже на улице ну вот девочки ждем поезда наверное снимать не смогу сразу малого возьму на руки а может быть смогу но дождь еще идет мешает вообще красиво так светит да лампочки отсвечивают ой я слышу слышу приближение поезда доча пишет что они уже на выходе я представляю с малышом с чемоданом вон он поезд наш уже едет приближается поезд поезд двухэтажный представляете я такого еще не видела за всю жизнь вот это да он какой-то инопланетный вообще вообще нереальный поезд девочки представляете как он выглядит вообще так и где что-то номера вагона будем искать пока не вижу вижу бегущая строка на вагонах ничего себе вот это да видите цифры мне надо бежать вообще в другой конец побежала поезд оказался очень коротким и что удивительно что вагон наш вообще в другом конце он протянулся туда в конец вокзала а дочь с внуком говорит написала мне ватсапе что на выходе уже стоит я сюда туда уже бегу и вы такое видели вообще двухэтажный поезд просто нереальный убить бедные мои еще и погода такая и они еще без зонта надо было ей сказать чтобы она не спешила вылазить на улицу меж крыльев нету долететь а седьмой вагон то спасибо о я вижу 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 кажутся они вижу розовый чемодан сначала все бедный ребенок не спит бедный ребенок не спит мой внучек сладенький такой сша она прикольно на самом деле было вообще как он уже ужасный какой-то ужасно смысле какой-то когда когда как этот титаник да титаник какой-то да он шел и говорил баба ай баба ты где вот у нас утро наступило денечка ты чё так близко смотрю с мультики пойдем за столик скажи всем привет дэй 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 и мне до этого им после бабушкой кафе всем доброе утро ну вот наступило новое утро новый день я ночью встретила своих мы домой приехали уже первом часу динька уснул в машине в общем все хорошо сейчас сижу на комментарии ваши отвечаю и мне пишут что я челка и закрываю это вот про накрутку мою волосами челка я зря закрываю пишите челку надо отрастить приподнять и на бок крутить но дело в том что весь смысл в челке в том чтобы закрывать лоб я не знаю вам видно или нет попробую показать у меня будут глубокие вот эти вот морщины вот они ну я их вижу их челка закрываю всю жизнь хожу с челка эти морщины у меня с молоду они мне передались по наследству от папы папы тоже были такие глубокие морщины ну вот я как-то с молодой всю жизнь хожу челку наперед нашу так что челку я отпускать не буду зализывать не буду и на бок никак носить не буду я не хочу эти морщины в общем показывает ну вот так привыкла так буду ходить а по поводу длины волос ну знаете я просто вообще с короткими мне комфортно удобно у меня очень сильно голова потеет летом просто мокрая голова вот здесь постоянно и мне все время вот хочется прям проветрить вот так волосы поэтому длинный вообще не ношу закалывать даже мне сейчас приходится пока я по дому хожу закалывать вот эти вот заколочки чтобы они мне в глаза не лезли пока я вот наклоняюсь что-то делаю и уже это мне не нравится но по крайней мере хотя бы вот такая длина еще ничего может быть чуть-чуть отращу еще будет видно как я почувствую что они мне уже мешают некомфортно значит я буду их тогда укорачивать до той длины когда мне будет комфортно для меня комфорт превыше всего сейчас комфорт даже лучше чем красота когда по молодости была красота в приоритете ходила с длинными там с локонами со всякими разными сейчас для меня сначала комфорт а потом уже красота кто тут у меня бегает под ногами девочка иди поздоровайся иди поздоровайся привет не хочет все дома такой радостный бегает с утра уже правильно лишь в дороге топ поисту хам сам-то гостиница в общем не побегаешь сильно теперь все радость будет сейчас мотаться целый день и по комнате дейки 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 что за ребенок сначала не уложишь его потом не разбудишь встал в дороге сегодня день отдыха накупался чистенький спать не хотел ложится хотя потом сразу смогу теперь разбудить не могу а погода сегодня улучшилась солнышко вон вылезла ветра нету завтра вообще должно быть тепло по крайней мере дождь закончился и это радует что мои хорошие показала его вчерашний день как я встретила дочь с внуком чудо пояс показала вообще нереальный двухэтажный пояс правда он как титаник вообще какой-то необыкновенный странное как-то выглядит до сих пор мне под впечатлениями когда увидела вообще как такой поезд вообще на наших рельсах ездить ну вот такие поезда появились и первый раз ну на этом я наверное свой влог заканчивать для того чтобы потом начать что-то новенькое что-то свеженькое я думаю что у меня ничего новенькое за сегодня за завтра не произойдет сегодня мои отдыхает дочь и поехала на почту за посылками дэнни спит пока мы сейчас надо его уже будить и в общем заниматься играться будет ну и все завтра воскресенье тоже дома в общем такой обычный будет день нового ничего не предвидится пока что отдыхали поэтому я с вами прощаюсь вам понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока 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 пока